Приветствую вас! Сразу хотел бы предупредить, что той информации, которую вы предоставили, ее достаточно мало, потому что проблема важна серьезно. Вот она появилась не вчера, вот она, к сожалению, появилась даже, судя по тому, что вы пишете, она появилась достаточно давно, вот, а когда именно давно вы не пишете, но я полагаю, что давно. Вот. И, соответственно, обращаю ваше внимание на то, что вы не задаете вопрос, то есть вы не спрашиваете ничего, вот, вы не делаете запрос, то есть чего вы хотите, собственно говоря, вот. А мы, психологи, работаем исключительно по запросу. Вам нужно, чтобы клиент, ну вот, в данном случае вы, сформировал свой запрос, что он хочет, что он хочет поменять, да. Вот, потому что, если вы, допустим, допустим, если вы хотите разобраться в себе, да, к примеру, вот, разобраться в тем, почему вы так реагируете, вот, это одно. Если гармонизировать отношения с мужем, да, ну и вообще в семье, это другое. А, значит, то есть тут вот, эм, такой момент, здесь эм, такая история, вот. И, мне кажется, что, а, значит, нужно для начала определиться с эм, запросом вашим. Вот, это вот такой момент, он очень важный этот момент, и с него я предлагаю начать вам, да, то есть с чего вы хотите. То есть, что вы ругаетесь, эм, ну, тут, тут нужно исследовать причины, почему вы ругаетесь. Хорошо, что вы говорите, что я ругаюсь, мужем, а не мы ругаемся. Так что в этом смысле вы молодец, эм, ситуация, понимаете, эм, адекватная, вот, но, а по-преднему, эм, как бы, нет, нет, эм, нет понимания, да, нет понимания того, эм, почему вы, к примеру, деретесь. Да еще, да еще и, да еще и при ребенке, вот, все-таки, то есть, ну, совершенно ведь очевидно, что ребенку очень плохо, он, он достаточно тяжело это переживает, то, что вы дерете, то, что вы ругаетесь, его это травмирует. Вот. Что касается, эм, срывов, да, то срывы, срывы связаны с тем, что вы сами себя сдерживаете, у вас очень много излишних обязанностей, излишних обязательств, долга. То есть, короче говоря, вы делаете очень много всего, что должны, а не, эм, того, к примеру, эм, что хочет, допустим. Вот. И отсюда, могут быть, эти самые срывы. Вот. А, непонятно, так же, как складывались ваши отношения с, эм, мужем. То есть, вот, то, что вы ссоритесь, это, вряд ли может быть случайностью, да, да. Вот. То, что вы ссоритесь, это означает, что у вас, эм, есть, ну, проблемы, они, опять же, эм, проблемы, когда-то начались, вот. И, эм, с этим нужно разбираться. А, если ваш муж, эм, согласен с тем, что, эм, у вас, э, есть, трудности, то, я рекомендую вам, э, вдвоем обратиться, к, психологу. Вот. И, значит, ну, вместе с, э, психологом уже начать разбираться в том, что вы хотите, чего вы хотите и так далее. Вот. А, что касается рекомендаций здесь и сейчас, да, что, э, отделите себя от мужа, на данный момент. То есть, вот, просто отделите себя от него, эм, ну, отклоните себя от него немного. А, больше времени, внимания, э, уделите себе, вот, а не мужу. Вот. И, значит, э, прислушивайтесь, э, прислушивайтесь к своим же ладам. Вот. А, с мужем вы могли бы, э, поиграть в такую игру, да, вот, э, вы можете, э, сделать, что вы можете, э, выписать, э, того, что вы от него ждёте, на липучке. То есть, ну, вот, что я от тебя хочу. Вот. А, и он тоже, э, вам, напишет, э, скажет, чего он от вас тоже хочет. Вот. Вот. Это будет, э, как минимум, полезно вам обоим. Вот. И вы сможете лучше друг в руку узнать. Вот. И, э, э, очень хорошее упражнение, ну, такое, э, это если вы поместите себя, например, в положение мужа, да, то есть, вот, как муж себя пишет, как, как, вот, вы будете, ну, видеть его, как вы будете чувствовать его, да, э, э, после, э, исследования его чувств. Вот. А попробуйте поместить себя в его положение. Это, кстати, на самом деле, довольно просто, э, сделать. Э, э, ну, реализация этого откроет вам интересные вещи, на мой взгляд. Вот. Ну, для этого нужна определенная смелость. Вот. То есть, вот, вам нужно почувствовать друг друга, вот, все наши, видно, что вы забыли. Э, э, как это вообще, чувствовать друг друга. Вот. Я вас не обвиняю, но, просто хочу, чтобы вы это поняли сами, что, как бы, ссоры, да, ну, ссоры, которые у вас происходят, они свидетельствуют об этом, надо, о том, что вы друг друга не чувствуете. Вот. Что касается, э, э, того, что вы пополнили, того, что вы ухудеете, ну, здесь, опять же, очень важно понять, э, для чего вы это делаете, да, то есть, делаете вы это для, к примеру, себя, потому что вам этого хочется, или делаете вы для, допустим, другого кого-то, потому что вам этого хочется, к примеру, ну, допустим, вашему мужу, вот, так вот, если вы делаете это для мужа, то, категорически, не рекомендую вам это делать, потому что, в том случае, если мужчина не оценит ваших, ваших стараний, то вам будет хуже. Гораздо вы будете чувствовать себя разозленные и так далее. Неудовлетворенные, разочарованные, оскорбленные, униженные. Обязательно поисследуйте в интернете, э, треугольник Карпмана. Это, э, то, как вы живете сейчас, это вот, ну, отражение, по сути, того, как вы живете сейчас. Это будет полезно, э, не лишне вам узнать, ну, прочувствовать, э, как вот вы сейчас, нам, э, ну, себя видите. Вот. Мне кажется, что, собственно, примерно так вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно, вот, при том уровне, уровне информации, которые вы нам здесь предоставили, ну, наверное, больше сказать чего-либо нельзя, пока что, без детального анализа и без непонимания. Того, чего вы хотите, э, вот. Ну, а я думаю, я думаю, что это, э, в принципе, все решаемо. Вот. С мужем не ссорьтесь. Ну, то есть, э, как бы ругаться бесполезно, вот, приубеждать человека в чем-либо, в принципе, тоже. Вот. Рассмотрите возможность для себя освоить, значит, принцип амортизации, который, который есть в интернете. В интернете он есть, этот принцип амортизации. Вот. Рассмотрите для себя во... Именно возможность, именно возможность его изучения. Вот. Для вас это было бы весьма-весьма полезно. Потому что, ммм, принцип амортизации помогает в конфликтных ситуациях. Вот. Ну, в любом случае, э, э, как-то, вот, качественно изменить вашу жизнь можно только, если вы будете, ну, если вы, э, э, с психологом поработаете. Вот. Так вот мне это видится, по крайней мере, по крайней мере. Э, э, вот, значит, ну, на этом, э, всё. Э, э, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались, э, дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.